Сейчас бы вам мог ваш товарищ Каддафи помочь, потому что вы как-то говорили, что Каддафи, несмотря на то, что он мусульманин, он очень интересовался буддизмом, с деньгами у него было все в порядке. Это интересный аспект, что он в шахматы играл и любил. Мы в 2004 году провели за звание чемпиона мира по шахматам в Ливии. Каждый день он занимался и учил своих внуков шахматами. Есть видеозаписи. Неоднократно мы с ним говорили о шахматах, о политике. Но один раз вдруг он спросил, а сколько раз человек перерождается, сколько раз ты переродился. Оказывается, я посмотрел у него на столе несколько книг на английском языке, на арабском языке. Одна из них была лекция его святейшества Далай-Ламы «Искусство быть счастливым». Это в США было издано. Это лекция в одном из американских университетов. Ну и там про рекординации. Я говорю, 108 перерождений. И несколько раз, когда я приезжал к нему, после этого он спрашивал, особенно моя последняя встреча. Это 12 июня 2011 года, как раз в день России у нас встреча была. Был утром в посольстве России. Тут позвонил старший сын Мамара Каддафи, Мухаммед Каддафи. Он был президентом национально-олимпийского комитета, президентом шахмат-федерации. Говорит, приезжай, папа хочет поговорить с тобой. Я приехал и в здание национального олимпийского комитета мы встретились. Кстати, вот эти знаменитые кадры, когда мы играем в шахматы с Каддафи, облетели буквально через несколько секунд все телеканалы мира. Потому что международные СМИ передавали, что он или убит, потому что бомбардировки. Я попал как раз под бомбежки натовских самолетов. Или что он ранен в бомбоубежище, с ума сошел. Я ему предложил, увидел шахматы так в углу. Я говорю, ну, как-то, может, сыграем. Он говорит, а зачем? Я говорю, ну, все говорят, что вы убиты, ранены, потом, что вы с ума сошли. А если вы играете в шахматы, вы, наверное, еще с ума сошли. Или в жена в ТР. А он говорит, ну, давай. И вы в шахматы. И он несколько минут как раз поиграли в шахматы. Он коня зевнул, я ему вернул. Я говорю, переходите. Я говорю, нет, нет, тронул, ходи. Говорит, в шахматах это не приятно. И вот в тот день он у меня очень много спрашивал как раз про реорканаланс, жизнь после смерти. Вот из моей беседы с Далай-Ламой очень хотел, как бы, глубже, наверное, отизучить, поговорить с учителями. Я ему говорю, ну, видите, вам предлагают сейчас бомбят страну, вам предлагают покинуть страну или отдать этот пост. А он говорит, а какой пост? Я же не президент страны, не премьер-министр. Он просто был лидер, он в палатках жил, у него не было, как бы, ни дворца, он фактически руководил. Но парламент, правительство, формально он, как бы, не был ни в одном. Я говорю, ну, а вы уехать можете, чтобы, как бы, ну, ситуация там успокоилась или как? Он говорит, нет, ну, ты же, как бы, буддист, ты же веришь, наверное, не в этой жизни я покину, я говорю, в смысле, что? Он говорит, ну, наверное, такая судьба, как вы говорите, карма. Как, говорит, я могу сейчас покинуть эту землю, когда я похоронил приемную дочь, 10-месячная внучка погибла под бомбами натовских самолетов, поэтому я не могу бежать. Я вижу, что меня убьют, он мне прямо в открытую, я знаю, что меня, даже сказал, не казнят, а меня убьют. Вот, ну, такова карма, ну, в следующей жизни, наверное, я перерожусь, даже он сказал, наверное, ламой. Вот, и он же написал книгу, у него, ну, зеленая книга, другие книги, у него, кстати, если вы знаете, он стихи писал прекрасные, и он мне читал стихи, он на арабском языке писал стихи, и в последнее время вот он занимал, увлекся буддизмом. Ну, как философией, не как религией, но буддизмом тоже не столько религия, как, я думаю, как одна из разновидностей философских течений. То есть он себе наванговал, как принято говорить.